Здравствуйте, Павел, компания Максимаркетс ТВ. Можно задать вам несколько вопросов. Здравствуйте, конечно. Давно ли вы торгуете на рынке Форекс и какими впечатлениями можете поделиться? Усердно я торгую приблизительно с января этого года. Это, безусловно, интересное очень занятие, в том числе требует достаточно хороших, серьезных навыков, подготовки, усидчивость. В целом мне очень нравится. Если у вас уже был опыт работы в других компаниях, то чем компания Максимаркетс отличается? Нет, к сожалению, Максимаркетс первый достаточно серьезный брокер, с которым я начал работать, поэтому других компаний не назову, не прокомментирую. Расскажите, как вам помогает в работе ваш личный менеджер? Ну, если честно, это просто удивительный опыт работы с действительно знающими, умными людьми. Всегда в работе очень все четко, конкретно с объяснениями, с примерами, с результатами. В общем, достаточно понятно и комфортно. А на каких валютных парах вы обычно торгуете? Фунт-доллар, евро-доллар, ну и не так часто, но бывает еще золото. На данный момент вы довольны своими результатами? Да, очень. Можете поделиться с нами какими-то успехами? Ну, если брать в целом статистику за три месяца, то это плюс по профиту 7,5 тысяч долларов. Это весьма весомо. А как вы считаете, вообще Форекс может стать основным заработком? Вообще может, но, мне кажется, все-таки стоит разделить портфель на рисковый и безрисковый. Может быть, стоит отчасти делить на какие-нибудь надежные инвестиции, вклады на будущее долговременное. У одного в целом. Почему нет? Павел, а какие цели вы для себя поставили в этой работе? Вообще, в целом, узнать, разобраться более детально во всех финансовых аспектах экономики, мировых экономик в том числе. Понимать, как конкретно, от чего зависят те или иные результаты. Как строится вообще финансовый рынок в мире в целом. Ну, то есть, здесь масса возможностей именно познавательных, ну и в том числе, конечно же, заработок мы видим. Что бы вы посоветовали начинающим трейдерам? Быть всегда внимательным, проверять самих себя по нескольку раз, еще раз оценивать новости, внимательно слушать наставников, не делать поспешных выводов, ну и сохранить спокойствие, наверное. Павел, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Максимаркет желает вам успешный торгов. Благодарю вас. Всего вам доброго. Спасибо. Продолжение следует...